За последние годы преобразилась улица Парковая, стала одним из самых популярных мест для прогулок в городе Щелково. Однако даже самая лучшая пешеходная зона вряд ли будет долго радовать глаз, если как следует не следить за ее содержанием. Такие недостатки, как разрушение тактильной плитки, отметил на очередном оперативном совещании глава Щелковского района Алексей Валов. Он поручил скорейшими темпами устранить недочеты. В данный момент результаты работ находятся на гарантии, так что этим должен заняться подрядчик. Тем временем активно продолжается работа над реконструкцией дворовых территорий. В этом году в программу комплексного благоустройства вошли порядка 50 дворов. В рамках третьего этапа программы преобразиться должны 15 территорий. Там устанавливаются детские площадки, создаются места для парковки, модернизируется освещение. Должно быть готово к сдаче 15 дворов, 13 в Щелково и 2 поселения. По состоянию на сегодняшний день полностью работы завершены. По 8 дворам Щелково и 1 двор Монина. По 6 дворам работы ведутся. Также заместитель главы районной администрации поделилась информацией о ходе программы «Мой подъезд». На данный момент работы завершены на 353 объектах. Всего по планам этого года ремонт должен затронуть 778 подъездов. Обсудили на совещании проблему, решение которой интересует многих жителей Щелковского района. В последнее время участились обращения на горячую линию районной администрации в связи с нападением бродячих собак. Частью стаи встречают у станции Воронок, на улицах Институтска, Ксамдемьянск, Комарова. Именно с этих адресов больше всего обращений. Прошу реагировать на каждый в кратчайшие строки, принимать меры. Щелковский район и город Щелково полностью готовы отметить свой день рождения, доложил заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Юрия Родионов. Жители ожидают масштабная развлекательная программа, а также открытие важных социальных объектов, включая новый детский сад в микрорайоне Гагаринский.